У меня папа пошел. Он пошел не просто так, не за денег, а из-за брата. Я горжусь своим отцом. Он лучший. Добровольцами гордятся не только их родные, но и вся страна. Один из тех, кто будет бороться с неонацизмом – Иван Колесник. Сам родом из Одессы нынешний режим на Украине считает фашистским и хочет его искоренить. Мне больно говорить, потому что я знаю, что было до этого, как люди жили, как мы жили до этого. И то, что они творят, это просто, у меня нет слова. Это натуральный нацизм. Просто нацизм. Просто фашисты. Вот они захватили власть, и вы видите, что творится. Их надо добить сейчас и до конца. Российский народ уже побеждал мировой фашизм, победит и сейчас, уверен контр-адмирал Геннадий Жерин. Ветеран отдал бойцам отеческий приказ вернуться живыми и с победой. Наши деды, прадеды выполнили свой долг, создали нам светлое будущее и спокойную жизнь. И чтобы сейчас по-новому наше потомство и ваши дети спокойно жили, вы должны победить и вернуться с победой. В преддверии Дня защитника Отечества было сформировано специальное воинское подразделение. В нем большая часть личного состава – наши земляки, добровольцы из Владимирской области. У них будет происходить сейчас слаживание, подготовка, прием вооружения и воинтехники, ну и, соответственно, назначение на должность. Также, да, набираем и офицеров, которые будут в этом же подразделении проходить службу на командных должностях. Записаться на службу по контракту можно в пункте отбора или в военном комиссариате по месту жительства. Есть возможность сделать это и через портал Госуслуг. После подачи заявления специалисты помогут определиться с подходящей воинской профессией. Александр Инин, Дмитрий Базаров и Артем Михалюта.